Для дискредитации Мухтара Аблязова президент Казахстана Нурсултан Назарбаев почти открыто использует в связи своего советника, британского экс-премьера Тони Блэра, пишет Алма Шалабаева в своем открытом обращении. Услуги Блэра обходятся казахстанцам в десятки миллионов долларов. Эксперт Amnesty International по вопросам контртерроризма и прав человека в Европе и Центральной Азии Джулия Холл комментирует, объявление человека в розыск по линии Интерпола совсем не означает немедленный арест и экстрадицию. Прежде всего, стоит заметить, что господин Аблязов находится в списке людей, разыскиваемых Интерполом, а это не является постановлением об аресте. Это уведомления, которые публикуются на сайте Интерпола для всех стран-членов сети. По информации госпожи Джулии Холл, некоторые страны используют Интерпол очень своеобразно. К сожалению, в реальности многие страны, включая и правительство Казахстана, очень часто злоупотребляют данными уведомлениями и используют их в качестве преследования оппозиционеров, защитников гражданских свобод и, в принципе, любых лиц, которые они могут расценивать угрозы. И это злоупотребление понятием «красное уведомление» является большой проблемой в системе Интерпола. Президент Ассоциации прав человека в Центральной Азии Надежда Атаева сегодня сомневается, что Мухтар Аблязов будет выдан Казахстану. И поскольку господин Аблязов находится под международной защитой в соответствии с решением Великобритании о предоставлении муниципалитического убежища, то Франция будет обеспечивать международную защиту, как и обязана это делать любая страна, подписавшая и репетицировавшая эту комбинацию. Главное препятствие для выдачи Аблязова – пытки в тюрьмах Казахстана. Если адвокаты и сам заявитель смогут доказать о том, что ему грозит опасность, в соответствии с третьей статьей Конвенции ООН против пыток, то Франция, конечно, встанет на защиту Аблязова. Если он будет в данном случае не совсем активно проявлять свою позицию и предоставлять необходимые доказательства, то, естественно, Франция займет принципиальную позицию и, если ее не смогут убедить, то он будет выдан. Это худший вариант воссоединения для семьи Мухтара Аблязова. Его супруга Алма Шалабаева выражает надежду, цитирую, что наступит день, когда правда и справедливость восторжествуют. Продолжение следует...